Мария Соломея Складовская родилась 7 ноября 1867 года в Варшаве и была младшей из пятерых детей. Ее отец Владислав Складовский был учителем математики и физики, а мать Бронислава Богуская была директором престижной школы для девочек. В 1876 году, когда Марии было 9 лет, ее старшая сестра Зофия умерла от тифа, а два года спустя, в возрасте 42 лет, умерла ее мать, долгие годы страдавшая от туберкулеза. Пережитый стресс вызвал у девочки глубокую депрессию, в результате которой она пересмотрела свои религиозные взгляды и предпочла стать атеисткой. Мария отличалась прилежанием и трудолюбием в учебе и окончила гимназию с золотой медалью. Она очень хотела продолжить образование, но женские права в Польше в то время были сильно ограничены, и в Варшавский университет принимали только мужчин. Поэтому Марии приходилось получать образование на подпольных женских курсах, которые имели неформальное название «Летучий университет». На этих курсах у нее появилась возможность слушать лекции выдающихся польских ученых того времени, что еще больше укрепило в Марии желание заниматься в дальнейшем наукой. Осуществить мечту можно было лишь уехав учиться в другую страну, и Мария со своей старшей сестрой Брониславой договорились получать образование по очереди. В то время, пока Бронислава, уехав в Париж, обучалась в медицинском институте, Мария, чтобы оплачивать учебу старшей сестры, работала гувернанткой. Уже год спустя Мария убедилась в наивности их плана. Ей нужно было не только несколько лет поддерживать сестру, отдавая ей половину жалования, но и помогать стареющему отцу. Тем не менее, она упорно занималась самообразованием. Вставала в 6 утра и читала книги по физике и математике. Бронислава, благодаря сестре, получила медицинское образование и, став врачом, пригласила Марию к себе. В 1891 году Мария в возрасте 24 лет приехала в Париж и поступила на факультет естественных наук в старейший университет Франции Сорбону, где изучала химию, физику и математику. Она была одной из 23 учениц женского пола среди 1825 студентов факультета. При этом из 9000 студентов, обучавшихся тогда в Сорбоне, только 210 были женщинами. К концу учебы Мария стала одной из лучших студенток университета, закончила его первой среди однокурсников в 1893 году и получила два диплома – ученую степень по физике и по математике. В 27 лет она познакомилась с руководителем лаборатории при Муниципальной школе промышленной физики и химии Пьером Кюри. Мария надеялась, что он сможет предоставить ей возможность поработать в своей лаборатории. Пьеру понравилась хрупкая, светловолосая и сероглазая девушка, и он выделил Марии небольшой уголок в своей лаборатории. Так, сблизившись сначала на почве увлечения физикой, ученые не заметили, как между ними возникли романтические чувства. В июле 1895 года Пьер и Мария поженились, но без традиционного для того времени венчания. Свадьба состоялась в пригороде Парижа, где жил Пьер со своими родителями. Молодые отказались от религиозной службы и колец, а вместо свадебного платья Складовская надела темно-синий костюм, в котором она позже много лет проработала в лаборатории. Мария решила взять себе двойную фамилию, и в дальнейшем она стала известна в мире науки как Складовская Кюри. После бракосочетания супруги отправились в свадебное путешествие по парижскому региону на велосипедах, которые купили на деньги, полученные в качестве свадебного подарка. В 1897 году Кюри завершила свое исследование по изучению магнитных свойств стали и начала искать тему для своей диссертации. Она остановила свой выбор на исследованиях по радиоактивности и вовлекла в них Пьера, который к тому времени уже оставил должность руководителя лаборатории и стал преподавать в Сорбоне. Они стали изучать радиоактивность соединений урана, полученных из разных месторождений. Университет не смог предоставить супругам лаборатории, поэтому им приходилось работать в кладовках и сараях на задворках института. С 1898 по 1902 годы супруги Кюри переработали и исследовали более 8 тонн урановой руды. В результате этих исследований было доказано существование нового, неизвестного до того времени элемента, который был назван супругами Радием, что в переводе с латинского означает «лучистый». В том же 1898 году ими был открыт еще один новый элемент – полоний, названный в честь родины Марии – Польши. В 1903 году Мария и Пьер Кюри получили Нобелевскую премию по физике за выдающиеся заслуги в совместных исследованиях явлений радиации. Денежная премия помогла супругам приобрести необходимую аппаратуру для дальнейших исследований и купить в свою скромную квартиру ванну, которой у них до сих пор не было. 19 апреля 1906 года в семье произошла трагедия. Пьера насмерть сбил конный экипаж. Событие настолько сильно повлияло на Марию, что она на несколько месяцев впала в тяжелейшую депрессию. Полгода спустя она была назначена на место мужа в Парижском университете, став первой в истории университета и Франции в целом женщиной-преподавателем. В 1908 году она стала профессором, и два года спустя кандидатура Марии Кюри была выдвинута на выборах во Французскую Академию Наук. Поскольку до этого ни одна женщина не избиралась членом Академии, выдвижение сразу же привело к жесткой полемике между сторонниками и противниками ее членства в этой консервативной организации. В результате, через несколько месяцев, кандидатура Марии Кюри была отвергнута на выборах с перевесом всего в два голоса. После этого Мария категорически отказалась выдвигать свою кандидатуру для избрания в Академию. Также в этом же году она отказалась от предложенного ей правительством Ордена Почетного Легиона. В 1911 году Мария Кюри получила Нобелевскую премию по химии за выдающиеся заслуги в развитии химии, открытие элементов радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного элемента. Международное признание наравне с поддержкой французского правительства помогло Складовской Кюри открыть в 1913 году в Париже Институт Радия. В нем было два отделения – радиоактивная лаборатория под руководством самой Марии и лаборатория биологических исследований и радиотерапии, которую возглавил видный французский медик Клаудиус Рего. Сразу после начала Первой мировой войны Мария Складовская-Кюри, назначенная директором службы радиологии Красного Креста, занялась оборудованием и обслуживанием рентгеновских переносных аппаратов для просвечивания раненых. Передвижные рентгеновские пункты объезжали госпитали, помогая хирургам проводить операции. Мария обучала военных медиков применению радиологии, например, обнаружению пуль в теле раненого с помощью рентгеновских лучей. В итоге за годы войны Мария и обученные ей люди сделали более миллиона рентгеновских снимков раненых солдат. Накопленный опыт она обобщила в монографии «Радиология и война» в 1920 году. В послевоенные годы она продолжала преподавать в радиевом институте, где руководила работами студентов и активно способствовала применению радиологии в медицине. В мае 1921 года Мария посетила США, где лично президентом Уорреном Гардингом от имени американских женщин ей был подарен 1 грамм радиа для продолжения опытов. Восемь лет спустя, во время своего второго визита в США, уже другой президент Герберт Гувер вручил ей чек на 50 тысяч долларов, на который она приобрела еще грамм радиа для терапевтического использования в одном из варшавских госпиталей. Вследствие многолетней работы с радием, ее здоровье стало заметно ухудшаться. О том, что ионизирующее излучение имеет негативное влияние, не было известно в те годы. Поэтому многие эксперименты проводились кюри без мер безопасности. Мария носила пробирки с радиоактивными веществами в кармане, хранила их в ящике своего стола и подвергалась воздействию рентгеновских лучей от неэкранированного оборудования. Радиация стала причиной многих хронических болезней кюри. В конце жизни она почти ослепла и страдала от болезни почек, но женщина никогда не думала о смене опасной работы. 4 июля 1934 года, в возрасте 66 лет, вследствие хронической лучевой болезни Мария Складовская-Кюри скончалась. Два дня спустя она была похоронена на кладбище в пригороде Парижа, в могиле своего мужа Пьера Кюри. Она чуть больше года не дожила до присуждения Нобелевской премии ее дочери Ирен за открытие искусственной радиоактивности. Мария Складовская-Кюри – самая вдохновляющая женщина в мире науки. Она была членом 85 научных обществ и получила 20 почетных степеней. Имя Марии Складовской-Кюри присвоено одному из кратеров на обратной стороне Луны. На сегодняшний день она по-прежнему остается единственной в мире женщиной дважды лауреатом Нобелевской премии. Поскольку Мария большую часть своей жизни проработала с радиоактивными элементами, ее бумаги, одежда, домашняя мебель и все остальные вещи были заражены радиацией. Все ее записи, хранящиеся в Национальной библиотеке Франции, находятся в свинцовых коробках из-за запредельного уровня радиации. Период полураспада радио составляет примерно 1600 лет, поэтому проблемы с хранением ее вещей в ближайшее время никуда не денутся. Чернилами на этих бумагах написаны уравнения и выкладки по изучению химических элементов, но то, что исходит от них, во всех смыслах наследия уникального человека. Когда-то Альберт Эйнштейн сказала Складовской, что она была единственным человеком, не испорченным славой. И это является абсолютной правдой. Она была ученым, прославившим себя самоотверженной работой и непримиримым упорством на пути к достижению цели, несмотря на классовые, финансовые и гендерные барьеры. Это была история Марии Складовской-Кюри.